Мы поговорим о культуре безопасности, о том, как Евгений Романов совместно с Олегом Икленко систематизировали все эти знания и упростили их до удобно читаемых брасурок и плакатов. Жень, начнем, наверное, с вас. Почему? С чего возникла такая идея? Зачем она нужна? И как вы ее собираетесь в дальнейшем реализовать? Значит, идея-то возникла в конце прошлого лета, когда стало ясно, что боевые действия просто так не закончатся, и страна стоит на пороге терроризма, такого массового, скажем так. Я заинтересовался этой темой, начал изучать опыт Израиля, опыт России, которая с 1994 года непрерывно борется с терроризмом, ну и, конечно же, старая добрая гражданская порона Советского Союза. Все, на самом деле, они говорят об одном и том же. В принципе, все основные понятия, как спасти свою жизнь в таких условиях, они одинаковые. Единственное, что мне понравилось, отметил я сразу, что у Израиля это настолько системный подход, подготовки населения именно к чрезвычайным ситуациям, что, в принципе, только одна профилактика сводит к минимуму возможные теракты. То есть ребенок там никогда не поднимет валяющуюся игрушку чужую. Если будет замечена какая-то там брошенная сумка или телефон, то есть граждане сразу звонят в спецслужбы специальные, если видят подозрительного человека, так же сообщат. Благодаря этому удалось ввести к минимуму числу терактов на территории Израиля. Изучив эти все, так сказать, опыты и знания, я пришел к тому, что для нашей страны сейчас крайне необходимо какая-то новая подача всех этих знаний, навыков по предотвращению именно угрозы терроризма. Я забрал эти все тексты, которые были мне доступны, в первую очередь, та же гражданская оборона, сделали их более читабельными, более простыми для восприятия, для обывателя, такого среднего, ребенка в том числе. Ну и в первую очередь, конечно же, стал вопрос по оформлению этого всего. Вот тогда я и обратился к моему сотоварищу по проекту, Олегу Анатольевичу Викленко, который согласился мне помочь именно в плане оформления и дизайна. Олег Анатольевич, расскажите. Ну, в данном случае, я, как и мои студенты, выступаем как исполнители. И когда я и не обратился, то я бы сразу подумал, что для студентов это будет хорошее задание. Это, ну, во-первых, оно очень такое актуальное, во-вторых, это все-таки такой социальный проект. Вот этих, это, наверное, основная работа, это то, чем может и должен заниматься дизайнер, вот в этой ситуации. Очень хорошая такая школа. И я ознакомился с текстами, и все было просто, хорошо, и пообещал ему сделать буквально одну тему. Вместе со студентами мы обсудили, и все, значит, сделаем. Но на самом деле это оказалось очень трудным делом. И прошло три или четыре месяца, прежде чем начали появляться результаты. И, в конце концов, вот такие вот эти веточки у нас получились. Вот. Потому что это действительно очень сложно. Во-первых, мы сразу выделили аудиторию, что это будут подростки, дети. И оно должно быть очень понятно, читабельно и просто. И современно. Да, и очень так, современно. Потому что вот все мы сталкивались с этими плакатами по гражданской обороне. Как заворачиваться в простыни, ползти на кладбище, так. Да. Но, к сожалению, мало кто из них там читал тексты и внимательно рассматривал картинки. Вот. А вот эта вот идея, что эта вот культура, которая должна прививаться вообще с детства, это очень хорошая глава мысль. Вот. И я вот тоже подумал, почему, скажем, японцы там в детском саду, дети их уже знают, когда землетрясение, куда бежать, куда остановиться, чтобы, ну, не попасть, правда, вот эти все обломки и все остальное. А у нас, ну, спросить на улице взрослого, что делать в случае там обстрела, что делать, когда ты захвачен за воздухом, что делать, а чего не делать. Я, например, пока не прочитал эту книжечку, я не знал. Ну, и вообще много ситуаций, когда человек должен спокойно, быстро и как-то очень четко среагировать на вот эти вот все ситуации, которые могут, и мы видим сейчас, как они возникают. Вот. Я, мы, конечно, мы вот разработали эти книжечки, вот, и, ну, к сожалению, я, как бы, не вижу дальше продолжения этого проекта. Что нужно для того, чтобы его продолжать? Ну, наверное, Евгений скажет. Да. Я вам расскажу о планах, собственно, какие цели мы себе ставим в этом проекте. Не случайно проект называется «Культура безопасности». «Культура» — это когда некие знания и навыки становятся обычным, нормальным образом поведения, допустим, для широких масс населения. То есть для того, чтобы эта программа сработала в том виде, как мы хотели бы, чтобы это стало действительно частью культуры нашего населения, то есть мы на этот год себе поставили задачу изготовить миллион таких вот различных брошюр. То есть у нас есть четыре брошюры, это для взрослых людей, а для маленьких у нас есть десять видов комиксов. Кроме этого еще плакаты. Кроме этого, подготовлены программы специально для предприятий, для трудовых коллективов. Они в такой тренинговой форме могут мотивировать людей именно изучать этот вопрос. Для детей тоже проходят, тоже подготовлены пока, мы надеемся, в сотрудничестве с Петлинститутом или с Министерством образования, доработать эту программу. Ну, тоже такая интерактивная программа для занятий, обучающихся с детьми. В первую очередь мы хотим просто достигнуть определенной массовости. Мы уже сделали одно мероприятие, точнее уже несколько, но назовем одно. Это в Союзе Чернобыль на фронт З1 мы открыли месяц назад, 20 апреля, выставку этих плакатов по культуре безопасности. За два или три дня, мы пригласили также журналистов, различные ведомства, там были представители МЧС, СБУ. МЧС в данный момент заключение готовит по текстам, насколько они соответствуют цели, так сказать. Мы всеми формальными путями проходим. Так вот, на выставку плакатов в мастерской Союз Чернобыль за три дня записалось около 70 школ. То есть, в принципе, на месяц вперед за три дня было расписано посещение, экскурсии. Я сам проводил несколько. Скажу вам, что дети в абсолютном захвате. То есть, мне очень понравилась их реакция, учителя такие даже удивлены, что так предмет легко им подается, и они так заинтересованы этим предметом, как бы вообще вдохновлены, скажем так. Кроме этого, сейчас идут переговоры с нашей областной Беской библиотекой, а их вообще по области 65, о том, чтобы тоже эта выставка теперь продолжила работать в их структуре. Ну, мы во что упираемся? В данный момент мы все делаем на энтузиазме, своими силами, за свои деньги печатаем какие-то плакаты, буклеты. Но на самом деле есть определенные пределы своих собственных личных ресурсов и средств. В данный момент мы обращаемся и к городским, и к областным властям, к различным волонтерским организациям, благотворительным фондам, с тем, чтобы, возможно, эти организации поддержали нас в этой программе, возможно, сами взяли на себя печать или распространение материалов. То есть наша задача – это максимально сделать эти материалы доступными. Мы сделали сайт, называется этот сайт ipatriot.in.ua, он на каждом комиксе, который у вас есть сзади, написан. Там это все можно бесплатно скачать. То есть у нас есть некие принципы. В первую очередь это проект абсолютно не коммерческий, то есть мы не ставимся целью это продавать или получать какую-то выгоду. Во-вторых, это проект аполитичный, и это некоторых останавливает, уже были вопросы со стороны политических партий, что если это будет наш проект, мы вам поможем. А просто помочь, ну, как бы, ну, то есть тогда для людей ценность в этом другая. Тогда не надо им давать инструкции, чтобы они не знали, как спасаться. Ну, дело в том, что если кто-то напечатает под своими картинами… Да, мы, как бы, не против. Наша задача – донести эту культуру. Но то, как некоторые люди себя ведут, но с нашей точки зрения не совсем, скажем, патриотично и как бы по-граждански. Просто в данный момент из этого получать какие-то дивиденды… Да, я позволю себе вопрос, Патри, в том, что все же таки, какой вы видите конечную цель? Учебная программа в школе, обязательная программа тренинговая на предприятии, ну, исходя из вот реальной ситуации, в частности, на востоке Украины. Какую задачу вы себе ставите? Плакаты и буклетики вот эти в качестве единичной продукции – это хорошо. А вот системная цель какова? Чего вы хотите достигнуть? Как конечной? Ну, конечный результат… Кроме переформатирования сознания людей. Давайте говорить так. Ну, мы, во-первых, поднимаем вопрос относительно в обществе, ставим более остро, вопрос о самой проблеме. То есть мы обращаемся даже своими телодвижениями, тем, что мы пошли там в наш университет цивильного запаса. Давайте на этот вопрос, потому что вот тут второй, следующий. Да, я понял. Все же таки, вот какую цель вы ставите? Добиться от Министерства образования, чтобы это стало обязательной программой? Ну, мы как-то мало верим, если честно. Евгений, ну, а как вы видите, а для чего тогда, если это не дойдет до детей, до их родителей, до предприятий, где люди работают, если каждый второй не узнает об этом, каков на ваш взгляд тогда смысл? Ну, у нас смысл как раз массовость, вот это вот, от которой мы говорим. Мы для этого сделали два типа продукта. А как оно должно дойти до людей? Как вы видите, как оно должно доходить? Как оно должно доходить, объясняю. Раздаваться на улице, обклеиваться стены этим должны? Нет. Мы рассматриваем несколько основных каналов по распространению именно вот этих материалов. Первый, это, как я вам говорил, это могут быть действительно школы, но если мы, допустим, получим достаточные средства, мы, не буду скрывать, мы уже в ближайшее время начинаем писать заявки на гранты, то есть могут быть различные благотворительные средства, помогут нам, допустим, стартануть, запустить. Первое, это школы. Второе, это предприятия. Третье, это сетевые различные организации. Например, это могут быть банки, это могут быть супермаркеты, это могут быть Укрзалезницы, в том числе, возле КАС. То есть мы хотим максимально наводнить, максимально получить контактов, количество с населением, и дай бог, чтобы что-то из этого отложилось и стало уже нормой поведения и нормой, так сказать... Хорошо. И теперь уже следующее. Теперь следующее. Вот в процессе работы над этим проектом, как по-вашему, насколько сложно воспринимается общество вот эта концепция опасности жизни, реальной, военной опасности жизни? Да, я вам сейчас скажу. На самом деле, мы с Олегом Анатольевичем по поводу этого даже пришлось нам поломать голову. Объясняю, почему. Допустим, идет переговор, допустим, ну, к примеру, с маркетологом главным одного из банков. Он говорит, а ты можешь сделать так, чтобы это не пугало моих клиентов, чтобы они не выбегали потом из банка с чемоданами, собираясь куда-нибудь уже выезжать. То есть, на самом деле, ситуация с безопасностью, она как бы складывается. Люди понимают, что существует уже опасность. Они об этом слышат из новостей, повсюду это как бы витает. Но когда ты начинаешь с ними об этом говорить, я вам по народным языкам отвечу, говорят, слушай, не грузи меня, у меня пока этих проблем нет. Поэтому... Оно все там, а здесь... Да, это типа не про меня. Это примерно, знаете, когда человеку говорят, предлагают, хочешь пройти обследование на раку? Он говорит, не, не, у меня ничего не болит. То есть, ну, пока не надо. То есть, на самом деле, да, это действительно очень страшная правда по-своему. Ну, и для этого мы сделали в некой такой, ну, легкой форме подачи. То есть, и сам материал, сам текст, и сами иллюстрации. Они как бы не отпугивают. Мы проводили фокус-группы с детьми, со взрослыми. Я удивлен, взрослые на эти комплексы реагируют точно так же. Я еще ничего не выпустил, они уже не... Оставь мне, пожалуйста. То есть, восприятие мы добились того, что это серьезная тема, она людьми сейчас воспринимается очень легко. То есть, люди сами просят, дай мне. Вот я был на фестивале, такой был Стёб-фестиваль на дне, в панике и истерике в Киеве. Да, я приехал туда, напечатал этих штучек, там, несколько тысяч. И приехал, ну, за свои деньги. Встал, и за полдня у меня просто разорвали их. То есть, толпа стояла, я раздал бесплатно, но при этом народу, там было много чего интересного, какие-то инсталляции, там, уличная еда. Но я встал, прибил их там, приклеил на пару поддонов и за полдня у меня просто там очередь не переходила. И даже очень много нашел людей, которые сегодня хотят поддерживать этот проект. И еще один вопрос, можно? Олег, вопрос к вам. Вот как студенты, насколько студенты близко восприняли эту тему опасности, которую надо предотвратить через плакаты? Вот психологически, вы же когда с ними работали, как-то отслеживали, вот насколько они поменялись в процессе работы. Был бы этот момент? Спасибо за вопрос. Я знаю, чувствую, что был. Да, этот момент был, потому что сначала они отнеслись как, ну, обязательная тема для диплома. Потом, когда начали работать, когда у них первые опыты там не получились, и они так достаточно глубоко пришлось вникнуть, и они начали действительно там что-то делать, это, ну, они абсолютно по-другому начали смотреть. Тем более, вот это вот сделали заочники. Это две девочки из Днепропетровска. Ну, и как раз у них там такая была ситуация, что они, вот, почувствовали свои личные даже ответственности, да? Я предложил вам, что подойдите к Коломойскому, тогда он еще был, покажите там все, прорвитесь туда. Я думаю, что он бы и стал там долго соображать. Девочки из Днепропетровска. Он бы выпустил. И он бы выпустил этот тираж. Он бы сейчас не будет долго менжеваться. Вот. А для меня вот в отношении предыдущего вопроса, для меня вообще тоже загадка. Потому что я вот чем дальше, тем больше я встречаю сообщений, там в интернете и по радио, слышу о том, что планы нашего северного соседа в отношении Харькова очень реальны. И это как бы будет следующий шаг. Я не хочу, что там запуливать, там ничего, но это следующий шаг после Луанска, Тонецка. Вот Харьков. Самое такое реальное. Причем вот сегодня я слышал, что это уже американские аналитики, это не фейк. Вот доклады их. И я не понимаю, наш народ так, о, тихо, все нормально, все хорошо. На самом деле нехорошо. Не просто 90% народу, они не понимают, что они живут на войне. В любой момент это все может произойти. И вот это должно, ну, просто детям поиграться, посмотреть. Им интересно. Вот рассматривать семейный план, да, там, подготовка, ну, как же вещи подготовить? Потому что потом никогда будет. Потом схватил, может быть, паспорт, я успел схватить и украл. Вот что еще можно такое сделать, чтобы эта мысль все же таки пришла? Пришла на улице, в кафешке, где люди сидят. На экскурсию возить в зону АТО, я думаю, это более реально. Да, да, на контрастах все получается. Здесь художники, у них свои методы. Ну, я вам скажу о фирмах за саму подачу, что все-таки самая главная цель у всех вот этих, для гражданских лиц, для населения программ, у всех, неважно, это Израиль, это Россия, это именно снять панику у населения. То есть и здраво, и трезво разложить, чтобы люди были нормально и осознанны. То есть в первую очередь, на самом деле, при любом теракте и какой-то чрезвычайной ситуации, нас больше гибнет не от взрывов и не от действий террористов, а именно от памяти, от давки. То есть, вот как, вы же знаете, как происходит, когда, допустим, бесплатно раздают что-то, да, как у Николая Второго там. Да, и по статистике, на самом деле, наша задача была сейчас донести, именно, вот когда человек предупрежден, вооружен, чтобы он в любой чрезвычайной ситуации действовал более хладнокровно, более взвешенно, потому что, ну, попал в заложники, не закатывая истерику, тебя первого, ну, избавиться от тебя. Если там где-то видишь давку толпу, обойди стороной, и ты уже должен понимать, знать, как тебе сгруппироваться, тебе лучше спрятаться, еще, ну, дай бог, ты с ребенком, или как-то. То есть, на самом деле, мы максимально простые вещи продаем так, чтобы для человека просто снять стресс перед этой ситуацией, чтобы он более взвешенно и разумно, более осознанно действовал. Но это если он поверит, что вот эта ситуация реально может быть здесь и сейчас. Ну, я вам могу в двух словах рассказать. Вот мы, допустим, делали программу, ну, разработали для коллективов трудовых, вот типа а-ля тренинг-квест такая. То есть, я понимаю, что я не могу их научить всему. В первую очередь, это мотивация. Ну, вот, к примеру, одно из таких игровых упражнений. Подходят люди, да, лежит куча там барахла, да, самовары, плойки, коробочки, украшения, что хочешь там. И чемодан. Предлагается людям 3 минуты на сборку чемодана. Только, чтобы они все вместе там, командой, ну, допустим, 10-20 человек, давай, или что они туда положат, да. Ну, как при панике, при эвакуации. То есть, тревожный чемоданчик фактически. Вот им дается там 3-5 минут, чтобы они собрали. Потом разборка. Ну, мы просто проводили, уже посмотрели, как это работает. Начинается обсуждение. А почему вы это положили в чемодан? А это вам поможет трое суток выжить, допустим, в автономных условиях, если вы вышли из дома? А как вы точно уверены, что должно лежать в этом чемодане эвакуационном? А может, чемодан лучше собрать заранее, а не перед выходом, когда уже случилось СИП? Понимаете, вот подобными упражнениями мы просто разворачиваем отношение людей к этой существующей проблеме. Да, мы ее назовем новой возможностью. Есть другие возможности для того, чтобы в эту ситуацию не попасть. Или попав, выйти из нее с минимальными потерями. Вот на самом деле это основная задача. Я прошу прощения за статистику. Да, вот по статистике сейчас даже то, что публикуется, больше всего погибает гражданских и детек. А военных там гораздо меньше. Клава, что у меня стучат. Коллеги, есть вопросы? Я тогда задам завершающий вопрос. Олег Аназович, у меня к вам. После того, как уже нарисовано, всегда хочется пересмотреть концепцию, подачу. У вас не возникало такого желания? Переиздания? Не возникало. У девочек возникало, которые делали вот это. Они бы говорят, да мы бы уже переделали. Тут же ж так. Вот пока есть задача, пока они замотивированы, они идти. А сейчас им надо зарабатывать деньги, жить и все. Конечно, вот завтрак, три часа на Бронзе-1 в помещении Чернобыльской исторической мастерской и состоится такое обсуждение и экспертная оценка вот этой книжечки. Вот эти книжечки. Насколько оно соответствует? А кто примет участие? А эту оценку давало национальный вот этот наш университет цивильного захвата, университет МЧС. Акфедра психологии? Да, да. Они рассматривали психологи как сами иллюстрации. Те люди, которые методисты там отвечают за работу с населением по гражданской обороне, они изучали сами тексты. Насколько они... мы специально пошли для того, так сказать, легитимности набраться у официальных органов. Но мы сделали, я вам скажу так, пока мы сделали... У меня бывает желание кое-то исправить. Мне хочется на самом деле еще поработать. Мы с Олегом Анатольевичем договорились, что мы еще будем обращаться к студентам с предложением принять участие. Почему? Потому что к профессиональным дизайнерам обращаться очень сложно. Они говорят, деньги брать с тебя аморально, а бесплатно работать не совсем получается. Не всегда появляется время свободно этим заниматься. Хотя есть маститые дизайнеры, которые уже готовы сегодня, допустим, поработать с нами надбордами. То есть мы думали о серии бордов. У нас будут уже достаточные возможности для этого на всей Украине, чтобы уже обращать внимание к этому процессу. Но мы сделали изначально, конечно, вот эти все книжечки, брошюрки, комиксы. Мы сходили, Олег Анатольевич твердо за этим следил, чтобы они были максимально дешевыми. Не дешевыми, недорогими в исполнении. Очень бюджетный вариант. Один цвет. То есть на самом деле. Разогрел карманный, положил. За одну заправку джипа можно напечатать их, челочий монтал. Вот я вам говорю, серьезно. Сегодня уже не время. А потом же еще одна вот ситуация. Вот разработанные такие вот книжечки. И плюс это все переложено на плакаты. Причем переложено с таким, ну не то, что условием, а так, чтобы вот, скажем, в каких-то плохом освещении, там, в разных ситуациях. Вот в метро маленькие плакаты. Вполне. Пока человек доехал до Салтовки, он там просмотрел, как-то заинтересовался. Ну, вот этого нет. Это должна быть какая-то политика такая очень... Системный подход. Системный подход. Да, да. Системный подход, чтобы с разных сторон. Потому что достучаться до человека очень сложно. Пока петух не глюнет и танки уже не появятся. Может не перекреститься. Да, будет. Спасибо вам большое. Надеемся, что в вашу команду энтузиастов присоединятся люди и не только дизайнеры. Маленькое такое дополнение или объявление. Вот здесь это проект такой по культуре безопасности, а завтра у нас открывается проект в Акультуге. Но тоже там будет все. Это вот такая триеннальная четвертый блок. Завтра в Ермилове центре в 6 часов. Первая номинация открывается и 17-го тоже в 6 часов в Акульплазе. Этот триеннальный это плакаты посвященные как раз экологии в основном и социальным проблемам и войне. Это снова же студенты будут принимать участие? Нет, это не студенты, это профессиональные дизайнеры из более чем 40 стран где-то порядка 930 плакатов из 4 тысяч отобрали. Так что это лучшие дизайнеры, лучшие мировые уровни приедут 26-го в день Чернобыльской катастрофы приедет международное жюри из Японии звезды мирового дизайна, из Польши, из Германии, из России. Где можно найти объявления об этих выставках? Первое это пройтись по Сумской, уже открыта первая акция Жадан. Это все в рамках Триена и там написано. Второе это в интернете и третье я вам дам приглашение программы тут масса будет всяких проектов. Так что приходите. У меня на обращение к журналистам одна просьба и если можно там я говорил сзади на каждой есть маленькими кукорками адрес сайта материалы указывайте для того чтобы народ кому будет интересно сможет пройти и всегда все это бесплатно скачать посмотреть по пользователю. Всем спасибо.